Всем привет! Продолжаем тему IP видеонаблюдения. Сегодня мы вернемся к нашей бюджетной системе IP видеонаблюдения. Это система, в которой камеры, видеорегистратор и другие устройства будут подключены через маршрутизатор. В нашем случае в данный момент сейчас подключена только одна камера. Это уличная IP камера. Всего к данному регистратору можно подключить до 8 камер, потому что он поддерживает до 8 каналов. Однако может это число увеличиваться перепрошивкой. На данном видеорегистраторе существует прошивка, которая позволяет увеличить число каналов. В одном из предыдущих видео я показывал все настройки данного видеорегистратора, как подключить камеры через роутер. Показал основные сетевые настройки. Ссылка на видео будет в описании. Данное же видео видео будет посвящено удаленному видеонаблюдению при помощи приложения XMI на смартфон. Итак, вкратце, как мы подключили данную систему. То есть у нас роутер обычный, это TP-Link 841. У него есть прямой выход в интернет. Вот подключен LAN-порт. И через LAN-порт подключены видеорегистратор и IP-видеокамера. Также маленький телевизор подключен через HDMI к регистратору. Итак, вот наше изображение с камеры. Основные настройки можно посмотреть в меню «Быстрая настройка». Вот как мы видим наша камера. После подключения других камер они сюда же добавляются. Основные сетевые настройки регистратора. Главное меню. Система. Сеть. Вот здесь указаны адрес регистратора, маска под сети, шлюз и DNS. Настраивается данный регистратор максимально просто. У него очень удобный мастер настроек. Кстати, ссылки на все оборудование я помещу в описании к видео. Это ссылки на камеры и на видеорегистратор. Камеры я использовал разные. Это были и уличные камеры, и внутренние купольные. Давайте теперь поговорим немного про онлайн видеонаблюдение со смартфона. Удаленные видеонаблюдения на данной системе можно настроить при помощи приложения XMI. Это мобильное приложение, поддерживает мобильные платформы iOS и Android. Поэтому если вы хотите запустить приложение XMI на компьютере, вам нужно будет устанавливать эмулятор. Дело в том, что в данном видеорегистраторе уже в прошивке содержится это приложение. То есть его можно скачать прямо с регистратора. Это меню, пункт меню гайд. То есть мастер настройки. То есть в данном видеорегистраторе у меня англоязычная версия прошивки. После первых шагов настройки нам сообщает то, что шлюз тест шлюза прошел. То есть интернет есть на видеорегистраторе. А это самое главное, чтобы был доступ к удаленному видеонаблюдению. Если у вас тут какие-то проблемы, то нужно уже разбираться в сетевых настройках роутера и соответственно сетевых настройках видеорегистратора. Если мы тут нажмем далее, нам он уже предлагает скачать через QR-код мобильное приложение XMI для iPhone и для Android. Также ссылка на скачивание данного приложения у меня будет в описании к видео. Итак, давайте установим приложение. Вот у меня оно скаченное в папке download. Запускаем установку приложения, жмем установить. Происходит установка. Приложение установлено. Запускаем приложение. Также в приложении можно подключиться без регистрации. Для этого нажать кнопку local login. Далее нам нужно добавить наше устройство. Для этого в правом верхнем углу жмем плюсик и здесь нам нужно прописать наш видеорегистратор. Для этого нажимаем кнопку со сканером. И теперь нам нужно на видеорегистраторе в следующем окне, соответственно, вот этот серийный номер регистратора сфотографировать при помощи сканера и нажать кнопку ok. Так, у нас тут ошибка. нужно прописать имя устройства вначале. То есть пусть это будет, к примеру, видео 1. Все, вот у нас сразу отобразился наш видеорегистратор. Заходим на него, нажмем первый канал и получаем изображение с нашей камеры. Вот так это все выглядит. Внизу мы видим основные функции. Это управление PTZ камерой, то есть поворотной камерой. Также увеличение, если есть такая функция в самой камере. К сожалению, приложение не дает нам возможности ввести запись в облако. Однако, если нажать кнопку запись внизу, сейчас начинается запись и остановить ее, то мы видим, что видеофайл сохраняется в папку на смартфоне. То есть это приложение позволяет ввести запись средствами операционной системы Android. Также можно делать изображение, то есть скриншоты, фотографировать изображение с камерой и записывать либо прослушивать звук, если опять же камера с микрофоном. Таким образом, при помощи приложения XMI вы можете просматривать изображение с камер вашего видеорегистратора из любой точки мира. Также давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас имеется компьютер или ноутбук, который подключен в эту сеть к роутеру через Wi-Fi и как мы можем подключиться к видеорегистратору через него. Во-первых, нам нужно знать адрес видеорегистратора. Это либо через роутер, через список клиентов посмотреть, либо в настройках самого видеорегистратора вкладка сеть. И вот мы видим IP адрес регистратора 192-168-1-101. Соответственно, на ноутбуке по этому адресу мы можем зайти на видеорегистратор. Есть один нюанс, то что потребуется специальный плагин, который идет в комплекте с видеорегистратором на диске, либо его можно скачать из интернета. Как скачать плагин, у меня будет ссылка в описании. Однако данный плагин почему-то не работает в браузере Google Chrome, работает в Explorer. То есть запускаем Explorer в адресной строке. Вводим адрес нашего регистратора 192-168-1-101. Так, попадаем как раз на веб-интерфейс нашего видеорегистратора. Вводим логин-пароль, по умолчанию админ без пароля. И как раз попадаем на наш видеорегистратор. И вот наше изображение с камеры. Основные настройки, то есть это зум, фокус, яркость, контрастность, управление цветом и управление поворотными камерами. В принципе, возможности данного плагина такие же, как у приложения XMI. То есть можно ввести запись с камер на компьютер, делать скриншоты и управлять настройками камер. Но данный плагин не позволяет подключиться к видеорегистратору удаленно через интернет, только через локальную сеть. На этом данная часть видео подошла к концу. Мы рассмотрели основные моменты удаленного подключения к видеорегистратору. Следующая часть видео про IP видеонаблюдение будет посвящена ответам на вопросы. Я постараюсь ответить на ваши основные вопросы, которые возникли по настройке сети видеонаблюдения. Поэтому смотрите новые видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Продолжение следует...